Всем опять привет! С вами Милла Хейл. Расскажу немножко, как мы ехали из городка Ретон, Нью-Мексико. Ехали мы в Колорадо. Вот это отрезок пути из Ретон до Тринедят, Колорадо. Небольшой городок Ретон, 7 с лишним тысяч жителей. Ну, такой маленький типичный городок. Большинство здесь белых мексиканцев живут. И мы едем сейчас. Он находится пока не в горах. Видите, горы немножечко так вдали. Вот они начинаются, скалистые горы. И мы сейчас едем к перевалу, который тоже называется Ретон. Вообще слово Ретон, оказывается, по-испански значит «мышь». Я даже и не знала. Где-то тут прочитала совсем недавно. И Билла спрашивает. Он говорит «нет, я тоже не знал». Вот такая дорога. Просто хочу вам показать. Дальше там красивые вот такие пейзажи горные. А пока вот мы сейчас подъезжаем к этому перевалу. Перевал этот, он... Раньше его использовали индейцы и испанцы, которые сюда пришли. Но трудно было. Перевал достаточно высокий, на высоте. Три с половиной километра находится. Трудно было на фургонах, на телегах ехать. Но, тем не менее, вот потом была построена железная дорога в конце 19 века. И она и грузовая, и пассажирская. Там есть такой большой тоннель длинный, который практически весь идет по территории Нью-Мексико. А потом выходит прямо туда, в Колорадо. Почти на границе. Здесь вообще рядом. Это северная часть Нью-Мексико. И мы сейчас вот уже приедем в Колорадо. И я не помню. Я, наверное, пропустила эту табличку. Здесь таблички такие. Но пока еще мы едем по Нью-Мексико. В общем, когда стали строить железную дорогу в конце 19 века, этот район такой был процветающий. Я уже говорила, что, наверное, во многих странах и в России тоже. Вот конец 19 века это был расцвет железных дорог. Ну и здесь тоже, в Америке также. И вот сейчас мы едем к этому перевалу, который называется тоже Ретон. Очень красивые сейчас начнутся такие пейзажи. Я вот смотрю это все еще раз. И вот вспоминаю, как мы тут ехали. Даже вот просто очень приятно посмотреть. Потому что, когда ты сидишь в машине, да, целый день ты едешь, ты все это видишь. Потом как-то забываются. Только какие-то остаются, ну, может быть, какие-то кусочки этой дороги. А вот тут я еду, вспоминаю, здорово. А вообще, пока мы ехали этой дорогой, мы едем в город Денидет. Это тоже небольшой городок. И как раз мне муж рассказывал историю, которая связана с этим городком. Этот город, он расположен в горах. И здесь были, раньше было много угольных шахт. Вот мы уже приехали, вот мы едем уже в Колорадо. Это я помню. Вот это место, это уже Колорадо. То есть, вот это перевальчик. Мы как раз переезжаем машиной. Машиной перевал. Так вот, в этом городе было много шахт угольных. Это конец 19-го, начало 20-го века. Потом они иссякли эти месторождения, уже не такие стали доходные. В 80-м году здесь нашли газ, тоже добывали. Это я все рассказываю про Тринидад, в который мы приедем. Мы сейчас пока едем между этими городами. Но то, что он мне рассказывал, тоже интересная, в общем-то, такая история. Недалеко от этого городка там были шахты. И в начале 20-го века там была забастовка. Но сначала скажу так, что здесь были такие шахты, где были очень суровые условия. И часто были какие-то аварии. Ну, как бы чаще, чем на других шахтах, так скажем. Но здесь больше платили. И люди оставались и работали. И условия труда были очень тяжелые. И в 1914 году здесь произошла очень большая забастовка, которая вылилась буквально в сопротивление в течение 7 месяцев. Вот сопротивление было с одной и с другой стороны. Там и войска штата присылали, вот гвардию национальную. И владельцы шахты нанимали специальные какие-то компании, которые бы их тоже защищали и так далее. А потом кончилось тем, что там уже федеральные войска, в принципе, наводили здесь порядок. То есть разнимали обе стороны, потому что это такое очень было кровопролитное достаточно сражение, можно сказать, между вот этими шахтерами и владельцами этих шахт. 69 человек погибло за это время. Там неприятная история была с пожаром, где погибли женщины и дети. В общем, такая в то время была история такая знаменитая, очень такая неприятная. Но несмотря на это, в общем-то, ну как бы навели порядок федеральные войска. Всех тут успокоили. Ну, видимо, владельцы уволили самых. Ну, здесь профсоюзы, конечно, работали. Но после этого, в общем-то, вот это событие стало таким толчком. После этого переход, ну, постепенно осуществился переход к 40-часовой рабочей неделе. И был запрещен детский труд. Вот это, вот этот городок, который в 6 милях от Клинидад. Сейчас там никто не живет. Это такой город-призрак. Что такое город-призрак? Ну, то есть, вот осталось там что-то. Вот осталось. Американцы так, вот они уходят. И эти жилища там все это оставляют. Ну, вот шахта закрылась, да, все ушли. Ну, и в других странах так же, ничего не говорю. Здесь таких мест, вот несколько раз я встречала. И вот эти места, из которых ушли люди, они называются город-призрак. Там стоит памятник. Земля принадлежит профсоюзу. Стоит памятник вот этим событиям. Вот таким трагическим грустным событиям. Но которые привели к таким вот каким-то положительным все-таки результатам. Потому что детский труд в начале 20 века еще использовался. Вот. Ну, и я тут не могу, конечно, цветочки не поснимать. Остановились мы. Что мне нравится, у меня в таких дорогах, где какое-то красивое место. И есть обязательно площадочка, где можно остановиться. И поснимать, полюбоваться пейзажем. Вот. И мы тут так периодически останавливаемся. Вообще мы ехали как бы без всякой особой, как сказать, программы. Мы просто ехали и куда хотели заезжали. У меня муж очень любит заезжать на какие-то, знаете, кровиные проселочные дороги. И иногда это получается очень удачно. Там такие пейзажи открываются, которые вот с обычной дороги не видно. И иногда бывает так, что проехать очень тяжело. Ну, в общем, всякое бывает. Ну, в общем, короче говоря, мы вот тут едем. Мы любуемся. И я оставляю вас любоваться этими горными пейзажами. Их еще впереди будет очень много. Я, наверное, вас утомлю уже этими пейзажами. В общем, едем уже по Колорадо. Вот первая наша мили по Колорадо. И сейчас приедем в город Тренидад. Вообще, таких названий, которые повторяют название государства или каких-то городов, очень много здесь в Америке. Вот откуда, видимо, люди приезжали и так и назвали. Но вообще, слово Тренидад по-испански означает Троица. А так как здесь были испанцы в основном... Нет, здесь еще были и французы. Север Нью-Мексико. Ну, мы уже из Нью-Мексико уехали. Но вот самый север Нью-Мексико, еще вот вам расскажу, он принадлежал когда-то французам. Там вот, где Ретон был, да. И в 1806 году Наполеон продал эту территорию вместе с Луизианой. Я где-то в каком-то видео уже рассказывала, что перед тем, как завоевывать Европу и Россию в том числе, он собирал, видимо, средства. И штат Луизиана, который принадлежал когда-то французам, и часть территорий, вот в частности, например, север Нью-Мексико, они были проданы Наполеоном американцам. Ну вот, наверное, и все. Если вам интересно, посмотрите до конца. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!